В преддверии 9 мая герои войны получают подарки от предпринимателей округа. Сегодняшнее утро для ветерана Великой Отечественной войны Андрея Михайловича Горбушина началось необычно. Его пригласили в студию красоты на стрижку и праздничное чаепитие. Компанию ему составили двое ветеранов Вооруженных сил СССР – Леонид Антонов и Анатолий Пыленок. Пока мастера трудились над стрижками, Андрей Михайлович вспоминал боевые будни. На войну ушел 18-летним парнем, едва закончив военно-медицинское училище. Брянский фронт, Воронежский, форсирование рек Днестр и Висла хлебнул фронтовых дорог по полной, вспоминает ветеран. Первая моя награда – это был орден Красной Звезды. Я получил эту награду за форсирование Днестра, за то, что мы там удержали плацдарм. Ну, войска остались там частично, а нас готовили к штурму Ясо-Кишиневской группировки. Мы стояли под крепостью Бандеры. Там у нас могилка есть наших товарищей, которые погибли. Всю войну Андрей Михайлович спасал раненых бойцов. Чуть не попал в плен, получил сквозное ранение в руку. Но после госпиталя вернулся на фронт, дошел до Берлина. И говорит, радость от Дня Победы тогда, в мае 45-го, остается самым ярким воспоминанием жизни. Мы должны уже 2 мая вступить в бой непосредственно. И в это время, значит, объявляют, что Германия капитулировала. Боже ты мой, какая радость! Друзья обнимаются туда-сюда. Что вы? Это же победа, 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 победа. А сегодня за столом ветераны больше говорили о мире, о будущем, о современных военных достижениях страны. И нахваливали фронтовую кашу, гречку с тушенкой. Ее приготовили сами парикмахеры. С радостью хочу поздравить вас с вашей великой победой, с вашим великим трудом, с вашим великим мужеством. Что вы дали нам сейчас такое спокойствие, дали нам будущее. Семилетний Максим Костин поздравил ветеранов цветами и стихотворением от имени нынешнего поколения. А от предпринимателей им вручили наборы минеральной воды. Ирина Веременько, Алексей Козеров, Служба новостей.